В путинской России педагоги вместо того, чтобы учить детей и подростков мыслить и рассуждать, занимаются пропагандой. Один из подписчиков Перми 36,6 прислал нам методичку, по которой в пермских колледжах проводятся патриотические уроки на тему войны. Ой, точнее, спецоперации в Украине. Давайте посмотрим, что там. Урок начинается с вполне здравого и правильного посыла. Цитируем. Тема урока – события на Украине. Сейчас все готовы обсуждать их. Но сколько людей, столько и мнений. Очень важно не заблудиться в этих мнениях и сформировать свое, и быть готовым, что оно может не совпадать с другими. Только на деле Мария Ивановна не готова к тому, что мнение учеников может отличаться от того, что правильно, что написано у нее в методичке. В роликах, которые предлагается показать на уроке, четко выражена провластная позиция. Никакая другая возможная студентам не предлагается. Вам будет приятно узнать, что отныне вы будете изучать защитные магии по программе, одобренной министерством. Да? Да. Да-да. Мы всегда были единым целым. Великороссия с центрами во Владимире и Киеве. Малороссия с центрами в Новгороде и Галиции. Какие названия записаны в тысячелетней истории? Червонная Русь, Черная Русь, Белая Русь, Великая Русь, Малая Русь. Русь. За Русь усрусь. Нихуя себе, блядь. А ничего, что я, блядь, ничего. Идите вы на... От перечисления слов с корнем Русь учащиеся, видимо, должны преисполниться патриотизмом. Червоная Белая Русь – это название, появившееся в период раздробленности, когда княжеств и земель стало много. Потребовалось уточнение, какая Русь. Территорию Украины в это время историки называют Киевским княжеством. Однако об этом пропагандисты молчат. Впрочем, как и о том, что до периода раздробленности существовала лишь одна Русь – Киевская. Сам термин «Киевская Русь» был введен в XIX веке. В документах обычно применялось название «Русь» со столицей в Киеве, поэтому историки стали называть ее Киевской. Термин «Киевская Русь» использовался до 2013 года, пока не приняли новую концепцию преподавания истории, разработанную по поручению Путина. Ну ладно, вытираем кровь из глаз и смотрим дальше. Все это никогда не было пустым звуком для нас, для всех, кто отождествляет себя неделиным кусочком русского мира. И мы всегда защищали всех, кто жил на этих территориях от нападений. Русский человек – защитник. Это тоже исторический факт. Да-да! Если русский человек – защитник, тогда почему более 4 миллионов украинцев бежало от русских защитников в соседние страны, а не встречало страну-освободителя России с цветами и триколорами. Может быть, потому что русские защитники убивают мирное население, бомбят жилые дома, стирая с лица земли целые города. Но вернемся к нашим патриотическим фильмам. На очереди спецэффекты с языками пламени под тревожную музыку для усиления эффекта. «Нав Йогон», 2008 год, «Школьники лагеря». Вот это я танцевал. В документах НАТО наша страна официально, прямо объявлена главной угрозой евроатлантической безопасности. Почему так? Потому что, потому что, потому что, потому что, потому что, потому что, предлагаем немного изменить визуал и добавить постсанкционных кадров. Музыку и языки пламени мы, конечно, оставим. По-моему, страшно. Страшно, очень страшно. Мне хочется плакать. Что касается НАТО. Ну, какого хрена НАТО расширяется и расширяется на восток? Это противоречит договоренности. Что он может на это сказать? Я не очень понимаю, во-первых, почему независимая страна не может вступать туда, куда ей нравится вступать. НАТО обещал не расширяться. А Путин обещал не захватывать Крым? Кто тут первый вообще начал нарушать договоренности? Это вообще что такое было в 2014 году? Также напомним о российско-грузинской войне 2008 года и поддержке сепаратистов на Донбассе. Россия своей агрессивной политикой сама провоцирует расширение НАТО на восток. Как пример тому Швеция и Финляндия, которые всерьез обсуждают вступление в НАТО в ближайшее время. После этого шедевра по инструкции преподаватель должен показать студентам ролик о фейках. Смотрим. Мы можем сделать котенка белым? Он хочет только белого. Спасибо. Не часто приходилось американцам видеть подобные жуткие картины человеческих страданий. Фантастика. Гениально. Эту же технологию использовали в последнем фильме со Шварценеггером. Фантастика. Просто удивительно. Кокетка есть возможности. Конрад, это только начало. Подождите, сейчас будет готова песня. Мы наложим ее на изображение, а это все купится. Это только начало. Восхитительно. Отрывок из фильма 1997 года – это безусловно аргумент. Кстати, давайте почитаем его описание на кинопоиске. Чтобы отвлечь внимание общественности от сексуального скандала, связанного с президентом США, срочно вызывают специалиста по нештатным ситуациям Конрада Брина. Брин решает инсценировать небольшую войну. Какая неловкая параллель? В следующий раз тщательно отбирайте фильмы для методичек. Рекомендуем ознакомиться с такими картинами, как «1984», «Матрица», «Безумный Макс» и другими антиутопиями. Они будут смотреться органичнее. Да и графика там неплохая. Кстати, о графике. Украинское правительство разнестило информацию о том, что они сбили нашего летчика на своей территории и показали кадры видеобоя. Разработчики программы авиасимулятора, которые проживают в Германии, увидев этот видеоролик, сказали, что это не реальный бой, а всего лишь компьютерная игра. Вот это вот является примером фейк-ньюс. Во-первых, при чем здесь проживание разработчиков в Германии? Не ясно. Но, видимо, этот факт должен был добавить веса сказанному. Во-вторых, пропагандисты, видимо, решили обвинить украинцев в том, на чем их самих не раз ловили. Вот вам несколько фейков от недожурналистов. В 2020 году Соловьев в эфире программы «Полный контакт» показал кадры из компьютерной игры под видом материала с места вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Судя по всему, самолет. И вот когда ты на это смотришь, ты думаешь, это же, ну, прям как звездные войны какие-то, красота какая-то. Не понимаешь, что за каждым вот таким отправленным это человеческие жизни. И ты смотришь на это, и, в общем, на самом-то деле страшно. Война в 80 километрах от российской границы. Ребята, вы не поверите, я нашел исходник видео. Итак, в правом окне у нас прямой эфир от Соловьева. В левом окне у нас какой-то китайский, я не знаю, или вьетнамский, или японский YouTube-канал, ролик, который набрал миллион просмотров. Найдите, как говорится, пять отличий. И здесь, и здесь. Это YouTube-канал чувачка какого-то. Это YouTube-канал Соловьева, который выдает игру, выдает игру за реальные события. Вы разницы видите, я как бы не наблюдаю. Это один и тот же ролик. То есть он украл еще и чужой ролик. Вот это вот является примером. Фейк-ньюс. Или вот еще. В 2017 году само Министерство обороны России выдало скриншот из игры IC-130 Gunship Simulator за доказательства связи США и ИГИЛ. Ну или как вам такой фейк? Первый канал, 2018 год. Скриншот из игры Arma 3. В эфире программы «Воскресное время» с подписью «Досье Сирия». Что касается якобы фейкового украинского видео, предлагаем просто сравнить его с похожим видео из игры Digital Combo Simulator. Графика в игре «Что надо», но отличить ее от реального видео сможет даже первоклассник. Вернемся к плану урока. Вот еще довод о том, почему Россия имеет право уничтожать мирные города Украины. Цитируем. В конце 2020 года киевский режим предпринял очередную эскалацию насилия против Донецка и Луганска, подготавливая вторжение мощной военной группировки, сосредоточенной на их границах. Массированные артиллерийские обстрелы снова привели к гибели десятков людей. Следуя логике этой методички, Путин отправил на смерть несколько тысяч солдат, чтобы они принесли смерть сотням мирных жителей. Для того, чтобы спасти от смерти десятки людей? Если мощная военная группировка сосредоточена на границах ЛНР и ДНР, как сообщает методичка, то почему Россия бомбит Киев, Одессу, Харьков, Херсон, Чернигов, Полтаву, Сумы и другие города Украины? Потому что потому. Движемся дальше по тексту. Президент России принял единственно возможное решение для защиты мирного населения Донбасса – признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Сейчас мы проводим специальную операцию. Она отличается от военной тем, что ориентирована на достижение отдельных целей. Она не предусматривает проведение тех действий, которые велись во время Второй мировой войны. Вспомним, что было во время Второй мировой войны. Фашисты напали на СССР в 4 утра. Убивали мирное население. Бомбили мирные города и уничтожали памятники архитектуры. Отрезали пути доставки провианта и медикаментов. Фашистская символика наносилась на амуницию и боевую технику. Согласитесь, совпадений многовато. Да. Получается, мы все-таки ведем войну. Но можем называть ее хоть спецоперацией, хоть приватизацией. Своего кровавого значения она не потеряет. А тем временем методичка сообщает студентам, что идет точечное поражение только складов вооружения. Идет поражение различных центров подготовки. Центров, где сосредоточены были инструкторы западных спецслужб и западных вооруженных сил. Уничтожается только оружие. Оружие, по мнению пропагандистов, выглядит так. Далее по плану урока ролик про экономику. Зачем вводят санкции и почему скачут цены на товары? Просто экономика работает как рынок скинов в Counter-Strike. Редкий скин стоит дороже. Даже если игру запретят, скины не исчезнут. Рано или поздно игра вернется. Тогда скины принесут целое состояние. Серьезно? Уровень доводов отрывок из фильма и пример из Контры? Да. США запрещают торговать Европе с Россией. Они надеются, что экономики и России, и Европы будут уничтожены. Но этого не произойдет. Давайте докажем этот тезис на примере конкретных санкций. Европейские компании запретили поставки самолетов и деталей к ним для российских авиакомпаний. Нам будет не на чем летать? Как бы не так. Для производства самолетов нужен сверхпрочный металл Титан. А 35% всех потребностей в Титане авиастроительной компании Boeing, 65% Airbus и 100% Embraer обеспечивает наша ВСМПО Avisma. Наша страна может перекрыть поставки. Тогда европейским авиакомпаниям придется покупать российские самолеты. Насчет Титана. Основными производителями титанового концентрата являются Австралия, США, Норвегия и Украина. Производство металлического титана налажено в России, Америке, Англии и Японии. Уникальные коренные месторождения имеют запасы в десятки миллионов тонн, крупные – в единице миллионов тонн, мелкие – в сотни тысяч тонн. При нынешних темпах добычи мировых разведанных запасов титана, без учета России, титана хватит более чем на 150 лет. Большая часть самолетов российских авиакомпаний находится в лизинге, то есть в аренде у западных фирм. В связи с санкциями они потребовали эти самолеты вернуть. Но Россия возвращать их не намерена и решила их национализировать. По сути, просто сп**ть. А потом и у них цап-царап. Но насколько хватит этого авиапарка? Самолеты нужно обслуживать, заменять детали при поломке. А заменять нечем, все комплектующие, импортные. В таком случае придется разбирать имеющиеся самолеты по частям, ведь нужных деталей Россия не производит. Как и собственных самолетов. Гордость российского авиастроения «Сухой Суперджет-100» состоит почти полностью из импортных комплектующих. В самолете МС-21, кадр с которым демонстрирует нам методичка и который еще даже не запущен в серийное производство, доля отечественных комплектующих составляет всего 38%. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров уже успел оптимистично заявить, что совсем скоро им удастся выпустить МС-21, состоящий почти полностью из отечественных комплектующих. Произойти это должно к 2024-2025 году. Вериться в это слабо, учитывая то, что выпуск МС-21 в прежнем виде приносился уже трижды. Если за 20 с лишним лет путинского режима Росавиация не смогла создать ни одного гражданского судна, собранного из отечественных комплектующих, то вряд ли это удастся сделать в ближайшие 4 года. А условный россиянин захочет полететь в Европу и тоже заплатит в разы больше. И даже путешествие условного россиянина в Архангельск ударит по кошельку. Запуск газопровода «Северный поток-2» отменяется из-за санкций США. Кто пострадает – европейцы. Цена газа для них достигнет 4000 евро за 1000 кубометров уже этой зимой. И это не предел. В результате Россия будет продавать хоть и меньше, зато зарабатывать больше. Россия за свою более чем тысячелетнюю историю не раз переживала трудные времена. Санкции не вечны. Насчет санкций – согласны. Они не вечные. Подтверждение тому – Северная Корея и Иран. Северная Корея под санкциями всего каких-то 16 лет. И ничего, ничего, кроме трудовых лагерей и смертной казни. Вероятно, Эльвира Набиулина и Антон Силуанов руководствовались именно этой методичкой. Иначе как объяснить, что они перед началом войны не вернули фонд благосостояния в РФ, а держали активы в загнивающих странах Запада, где их и арестовали. Подводя итог, нельзя не сравнить это творение пропаганды с путинским высказыванием 2014 года. – Мы бюджет рассчитываем не в долларах, а в рублях. Упала стоимость рубля, он немножко обесценился. – На треть. – На треть, на 30%. Вот смотрите, мы раньше продавали товар, который стоил 1 доллар, а получали за него 32 рубля. Мы продали товар, но деньги приходят в рублях. 32 рубля получили. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились. Не верьте фейкам, называйте войну войной. Покажите это видео своему преподавателю, отправьте в чат группы, поделитесь с друзьями. С вами был канал Пермь 36,6. Следим за нормальной температурой в городе. Субтитры сделал DimaTorzok